Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса фирмы Amron, модель M6. Японский прибор, сделан в Китае. Вот такая небольшая аккуратная коробочка. На лицевой стороне изображение самого прибора. Картинками указаны основные функции. Есть наклейка о том, что в комплект входит адаптер для питания прибора от сети. На одном из боков чуть подробнее рассказывается о функциях прибора. На другом боку указана комплектация. И с оборотной стороны контактная информация производителя и поставщика. Вот такая вот коробочка. Давайте ее откроем и посмотрим, что находится внутри. Внутри находится сумочка. Коробочку мы убираем, она нам не понадобится. Вот такая вот аккуратная сумочка на молнии. Есть шильдик о том, что это Amron. Давайте откроем ее и посмотрим на комплектацию прибора. Сразу хочу сказать, прибор мне не понравился. Он меня расстроил. И завтра я пойду сдавать его обратно в магазин. Но об этом чуть позже, после того, как мы закончим с обзором, закончим с комплектацией прибора. Внутри вот такая вот раскладная картинка информационная. Гарантийный талон. Гарантия на блок составляет 5 лет. Далее у нас вот такой вот журнальчик, тетрадочка. Называйте как хотите. Сюда можно записывать показания прибора и строить вот такой вот график своего артериального давления и пульса. Инструкция. Инструкция на русском, английском языке в виде вот такой вот стандартной большой распашонки. Пока ее убираем, она нам не нужна. Ну и собственно сам прибор. Вот так вот он выглядит. Большой дисплей. Есть шкала, где можно в графическом виде посмотреть нормальное у вас давление или нет. Устанавливается время. Есть функция памяти. Функция памяти на двух пользователей. Переключение происходит вот таким вот ползвонком. И на каждого человека по 100 измерений заносится в память. Кнопка включения-выключения. Разъем для подключения манжеты. С оборотной стороны разъем для подключения адаптера питания. И прибор может работать от 4 пальчиковых батареек формата 2А. Вот такой вот отсек под эти батарейки. Давайте пока отложим прибор и посмотрим, что у нас тут еще есть. Вот собственно сам адаптер для питания прибора от электросети. И манжета. Здесь же у нас находится комплект из 4 батареек. Манжета универсальная. Размер от 22 до 42 см. Вот такой вот пластиковый штекер для подключения к прибору. Ну и собственно стандартная манжета на липучке. Вот это то, что касается комплектации. Сейчас мы с вами прибор подключим в электрическую сеть. Уберем все лишнее. Проведем контрольное измерение. И поговорим о том, что же меня так разочаровало в этом приборе. Итак, друзья, мы возвращаемся к нашему обзору. Я убрал все лишнее со стола. Прибор уже подключен к электросети. Манжета подключена к прибору. Ну и сама манжета уже находится у меня на руке. Для того, чтобы правильно произвести измерение, необходимо, чтобы вот эта стрелочка, которая обозначена на манжете, находилась по середине руки. А сама манжета, край манжеты от локтевого сгиба находился на расстоянии 1-2 см. В наших условиях мы с вами, естественно, не сможем получить корректных, правильных данных. Потому что, ну, во-первых, сама съемка не располагает к расслабленности, в которой положено производить измерения. К тому же, мне сейчас приходится немного опираться на руку, наклониться вперед. Поэтому показания будут выше корректных. Но, тем не менее, они подойдут для того, чтобы показать вам, как работает сам прибор. Включается он нажатием на кнопку. Давайте попробуем. Происходит тестирование прибора, и насос начинает нагнетать воздух в манжету. Мотор работает очень тихо. Я думаю, на записи вы сейчас даже не слышите, как он работает. Точно так же мягко он стравливает давление. На дисплее есть пиктограмма того, что манжета надета правильно. Горит значок OK. Показывается, что идет замер пульса. Есть пиктограмма человечка с буковкой А. Как вы помните, прибор рассчитан на двух человек. Если переключить выключатель, то, соответственно, пиктограмма будет уже с буковкой Б для второго человека. Также на циферблате на дисплее есть время. Данное время, если оно установить, то оно будет отображаться в памяти компьютера. Как видите, значения 149 на 106 и пульс 83. Как я и сказал, данные получились некорректные, далекие от идеала. Но для того, чтобы протестировать прибор, давайте проверим его еще раз. Выключаем. И заново включаем замер. Опять происходит тестирование. Загорается лампочка того, что прибор работает корректно. Сам себя проверяет. Происходит двойное измерение. И опять идет накачивание давления в манжету. Никаких неприятных ощущений. Все достаточно плавно. Мне приходится говорить, поэтому мышцы напряжены, рука напряжена в неудобном положении. И, естественно, получаются вот такие вот достаточно астрономические для меня цифры. Посмотрим. 135 на 90. Вот это как раз та причина, по которой мне данный прибор не очень понравился. О чем я сказал в начале обзора. Показания раз от раза разнятся. Вчера, когда я купил этот прибор, принес его домой, произвел измерение, меня вот точно так же удивили показания. Они, конечно, не были такими вот фантастически ужасными. Они были просто чуть выше моей нормы. Где-то на 10, 15, иногда 20 единиц. Я провел несколько измерений. Они все достаточно отличались друг от друга. У меня есть механический тонометр, профессиональный, немецкий. Я провел им измерения. И механический тонометр показал вполне нормальные для моего, так сказать, организма показания. Это меня насторожило. И сегодня я взял этот прибор, взял свой тонометр механический и сходил к знакомому врачу, к знакомому медицинскому работнику, который помимо данного прибора произвел замер на три различных прибора, на три различных механических тонометра. Все три механические тонометра показали плюс-минус одно значение. Разница была буквально в каких-то там единицах до 5, до 7 единиц. Все приборы показали более-менее одинаковые значения. Данный же электронный прибор все время показывал завышение где-то на 10, 15, иногда на 20 единиц. Вот это вот как бы не очень приятный момент, когда дорогой прибор, а стоит этот прибор порядка 5000 рублей, не может показать вам корректное значение. Пока мы с вами разговариваем, давайте еще раз его выключим и еще раз включим, проведем третье измерение, контрольное. То есть вы, покупая за достаточно большие деньги, этот прибор, производите измерение, и вы не можете понять, какое у вас давление. Он у вас показывает, например, 120 на 80, вы производите следующее измерение, у вас уже 130 на 90. Вы опять производите замер, у вас уже получается там, например, 115 на 85. То есть определить, какое давление, достаточно сложно, и вот это вот в приборе мне не нравится. Я посмотрю, поиграю с ним еще, и, возможно, сдам его обратно в магазин. Все-таки проще, точнее, показания получаются обычным механическим тонометром. Ну, как видите, 163 уже на 110. Вот идет вот это вот скачкообразное измерение. Условия, конечно, повторюсь, не идеальные, но, тем не менее, вы видите, какие скачки идут при измерении, какие показания. Ну, не очень правильно, не очень корректные. Вот такой вот получился, собственно, обзор. Не знаю, насколько он вам понравился, насколько он вам пригодится. Прибор я не могу рекомендовать к покупке, потому что, ну, вы сами все видели. Возможно, попался мне бракованный экземпляр, возможно, они все так показывают. Не буду ничего утверждать, но мне вот это вот не понравилось. Поэтому прибор я не рекомендую. Ну, и на этом я обзор заканчиваю. Если вам понравилось, показалось полезным, ставьте лайки. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока, всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok